Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы, заявил Путин после подписания так называемых законов о вступлении в состав России, оккупированных Россией же, украинских территорий. На что президент Украины ответил, никаких переговоров с Россией не будет, пока президентом России остается Владимир Путин. А вот сколько времени ему осталось у власти, вопрос президентские выборы в России в 2024 году. Но досидит ли Путин до них в своем кресле и кто возможный преемник? Говорим далее. Аббас Галямов, политолог, политтехнолог, наш следующий гость. Здравствуйте, Аббас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы опубликовали доклад, который называется «Проект преемник», где разобрали возможных кандидатов на президентское кресло и их перспективы. Мы о них еще поговорим, но сначала, когда этот ваш проект преемник, по-вашему, может быть актуальным. Следующие выборы президента 17 марта 2024 года. Но досидит ли Путин до них в своем теплом кресле? Не факт. Для Путина, поскольку он стремительно слабеет, запустить этот проект выгодно, поскорее, самому, не оттягивая это дело. Потому что, понимаете, если в тот момент, когда он этот проект запустит, он окончательно совсем уже слабым будет, совсем нелегитимным, не имеющим перед собой вариантов решения ни одной из тех проблем, которые сейчас встают перед страной, перед режимом. Но в этой ситуации его выбор уже не будет безусловным. На самом деле он и сейчас уже может не быть безусловным. То есть какие-то группировки элиты, они могут этот выбор не принять. И тогда это внутренние расколы, это почти гарантированный проигрыш. Если, может быть, и не совсем гарантированный проигрыш, но, по крайней мере, система резко ослабеет, и, возможно, этот проект реализовать не удастся. Поэтому ему надо проект запускать вот в тот момент, когда он еще в достаточной степени силен, чтобы все элитные кланы, все кланы, группировки, которые существуют в его окружении, приняли, что называется, его выбор. Понимаете, там же до сих пор, на протяжении долгих лет, безусловным лидером был только один Путин. А все остальные фигуры уровнем ниже, они уже не были безусловными. Они, у каждого из них были враги. Понимаете, и преемник, кого бы Путин не выбрал, он тоже к кому-то, к каким-то кланам окажется ближе, к каким-то кланам, от каких-то кланов окажется дальше. И в этой ситуации те кланы, которые окажутся далеко, они могут счесть вот эту ситуацию, как повод для того, чтобы начать собственную игру. Понимаете? А они же все контролируют какие-то элементы административного ресурса. Кто-то там судебную систему, кто-то какие-то там подразделения силовых структурах, кто-то там управление внутренней политикой, кто-то там масс-медиа, кто-то губернаторов, ну и так далее, и так далее, и так далее. Там очень сложно вот это все наложено. Если какой-то клан решит, что ну нет, я в этом не участвую, я против вот этого преемника, но тогда он свою ту часть административного аппарата, который он контролирует, он и бросит против. И это будет уже война элита. А именно война элит, как известно, является важнейшей предпосылкой революции, не менее важной, чем недовольство населения, недовольство масс. Поэтому вот я и говорю, что Путин, в принципе, сам заинтересован в том, чтобы это все ускорить. Пока, значит, очень многое зависит от того, что будет происходить на поле боя. Если все-таки российская армия удастся стабилизировать фронт, если вот таких разгромов, как под Харьковом, больше не случится, да, и если вот война перейдет в такой окопный режим, да, в каком она, например, была на протяжении лета, да, то тогда, ну, процесс растянется. Если все-таки случится что-то еще, там, вроде Харькова, да, или вроде вот вчера тренд обозначился, Лиман взяли, да, вот тогда, конечно, процесс ускорится. То есть российские элиты, понимая, что Путин уже все, ну, что называется, спекся, но они активизируются, они, там, вариантов эту тему вбросить в повестку много, и в том числе и абсолютно негативные по отношению к Путину, вот, ну, какой-то из этих вариантов они задействуют, ну, скорее всего, начнут просто самого Путина убеждать, что Владимир Владимирович, надо, все, пришло время. Так же, как это было с Николаем Вторым в феврале 17-го года. Еще одна рэперная точка — это конец зимы, потому что сейчас очень важной частью путинской стратегии, которую он сейчас спешно рисует, является попытка заморозить Европу, привести к, активизировать там вот этих своих союзников, вот этих Путин-Серштейров, да, чтобы там спровоцировать народные недовольства, с тем, чтобы европейские политики сломались и в обмен на газ, на нефть, значит, перестали финансировать Украину, перестали поставлять Украине оружие, надавили вообще в целом на Зеленского с требованием садиться за стол переговоров, быстрее договариваться с Россией. И вот Путин большую надежду на это возлагает. Ну, победить на поле боя он уже не очень надеется. Вот, он возлагает надежду теперь на нефть и газ, а не на армию. И вот до конца зимы, в принципе, ну, как бы вся система будет ждать, получится у него или нет. Система же привыкла, что он всегда, в конце концов, побеждает, даже если поначалу кажется, что ему трудно, как было, например, во время Болотной, во многих других случаях, или во время Майдана. Ну, сначала трудно, а потом он как-то раз вывернулся и победил. Вот, люди привыкли все-таки к этому. И они, хотя и считают, что он терпит поражение и ослабил, но все-таки они не исключают, что в конце концов и в этот раз он тоже победит. Поэтому, видя перед собой, так сказать, перспективу вот этой победы, ну, то есть они видят, что у Путина есть план, так сказать, заморозить Европу, и все думают, ну, окей, давайте, давайте вот подождем результат. А вот когда результат будет негативным, когда в марте станет понятно, что Европа не замерзла и на колени не встала, и это все, это конец, потому что к следующему году Европа, конечно, к следующей зиме она уже подготовится, она настроит альтернативные потоки нефтегазовые, и тогда все. Российская нефтяная и газовая отрасль в глубочайшем кризисе, денег в бюджете нет, Европа продолжает вовсю поставлять Украине оружие, ну, все, план потерпел неудачу. И в этой ситуации вот уже почти наверняка элиты, конечно, придут к Путину со словами Владимира Владимировича. Ну, что дальше делать будем? Хватит вот этот про этот колониализм рассказывать. Вот это выступление путинское позавчерашнее, оно, конечно, очень сильно разочаровало российские элиты. То есть они ждали, что, ну, может, он что-то придумает. Ничего не придумал. Опять просто пропаганды тупой парил мозги. Вы видели, какие у них там были усталые и несчастливые лица у всех, да? Они просто глаза закатывали, там сидели. Ну, понятно, они его боятся пока еще. Они там смеяться нельзя и кричать там вдолой нельзя. Но в глубине души они понимали, что все, это похоже конец. То есть у него, в общем, ему особо сказать-то нечего. То есть плана Б у него нет. Ну, вот план Б, это, я говорю, заморозить Европу. Но опять же, видите, Северный поток взорвали. То есть это прямо очень сильный удар по вот этим планам. Потому что план-то в чем? В том, что Европа замерзнет, придет к нам, и мы восстановим снабжение. И после этого, ну, в обмен, мы вам газ, а вы так, ведь, Украину прекращаете там оружием снабжать. Вот. А теперь-то что? Даже из Европы замерзнет. Как она газ-то получит? Ну, трубы-то взорваны. Да, и это очень сильный удар по этому путинскому проекту, вот этот взрыв на Северном потоке. Поэтому ситуация для него ухудшается стремительно. И я не исключаю, что этот проект-приемник будет запущен, ну, в относительно недалекое время. Возможно, даже не дожидаясь марта. Как вы считаете, вот этот проект, он инициирован будет именно вот этими элитами, которые возле него, ну, вряд ли Путин вот согласится действительно кому-то отдать власть. Ну, судя по тому, как он себя ведет вот в всех этих ситуациях, когда он упрямо идет вот четко вот по своему какому-то вот плану, да, который у него есть. И он не сворачивает, даже если это там сулит ему и его стране огромные проблемы. Понимаете, для того, чтобы согласиться, либо не согласиться, нужно обладать определенным набором полномочий. Нужно иметь силу не согласиться, проще говоря. Вот, а если ты просто присутствуешь при развале твоей системы, ну, а как ты можешь не согласиться? Ну, в какой-то момент просто ты ослабеешь настолько, что все без тебя произойдет. Вот я вот там в докладе в своем описал, ну, так вскользь упомянул, вернее, подробно не описал, кто захочет, найдет в интернете, все это есть. Вскользь упомянул систему и историю, как это происходило в Болгарии в 89-м году, когда рушился режим там. А там, значит, не дожидаясь решения Живкова, преемник сам себя вытащил и назначил, и система его поддержала, глава МИДа. Да, и система его поддержала, понимая, что просто, ну, вот с этим старым маразматиком каши уже не сваришь. Да, и пока у нас в том направлении движется. Поэтому это могут быть элиты путинские, которые его убедят, как когда-то думцы и генералы убедили Николая Второго, что надо уходить. Значит, это может, понимаете, это может быть просто технологически обыграно, значит, профессионально. Ну, то есть, если в общественном пространстве, в публичном пространстве активно будет обсуждаться эта тема, все активнее и активнее по мере приближения к 2024 году, может возникнуть ситуация, когда Путин, ну, вообще не сможет выдвинуться, не спровоцировав при этом резкого всплеска негативных настроений. Понимаете, россияне заустали от всего этого, они заустанут еще сильнее. Они, ну, там, запрос на перемены очень силен. Собственно говоря, почему Путину и понадобилась эта война? Потому что он делегитимизировался, ну, процесс вот делегитимизации, ослабления его политических позиций, падение рейтингов, он шел вовсю уверенно. И к 2024 году он рисковал оказаться совсем нелегитимным. Поэтому ему и понадобилась вот эта маленькая победоносная война, которая, к его сожалению, оказалась совсем немаленькой и совсем непобедоносной. Да, и поэтому вот можно создать такое ожидание, что просто Путин, ну, поймет, что он не сможет выдвинуться. И как только он выдвинется, начнется, ну, оранжевая революция, да, в ситуации нелояльности силовых структур. А и армия, и Росгвардия уже далеко не так лояльны по отношению к нему, чем раньше. В ситуации нелояльности силовых структур, в общем-то, ну, народное восстание, ну, смерть и подобное, да. И вот чтобы не получить вариант Чаушеску, условно говоря, да, или Каддафи, он, ну, ему надо будет обыграть вариант с преемником. Потому что если он выдвинет правильного преемника, какого-нибудь такого не замешанного, обязательное условие, чтобы он не был замешан в этой войне, ну, по минимуму там был замешан. Понятно, что в той или иной степени все хотя бы по разу что-то об этом говорили, да. Там кровью, так сказать, всех Путин пытался запятнать. Ну, все-таки есть люди, которые стоят в стороне, вот на них, значит, вот у них крови на руках нет. Шабянин, Козак, например, и так далее. И вот, значит, вот если такого человека выдвинуть, причем, ну, все-таки договорившись с ним о безопасности для самого себя, можно купить, ну, для самого себя, да, можно хотя бы вот это купить. То есть нельзя остаться уже президентом. В какой-то момент Путин просто поймет, что, ну, я думаю, поймет, хотя бог узнает, что у него в голове. В общем-то, но думает, что поймет, что для того, чтобы не потерять все, да, надо потерять хотя бы часть. Да, ты потеряешь власть, но ты хотя бы личную безопасность себе обеспечишь. В суд не поедешь, в ГАГ, он тебя преемник не выдаст. Если преемник будет умный, толковый, он может удержать ситуацию в достаточной степени, чтобы Путин до пенсии спокойно сидел у себя там в Крыму, ну, в Совете Федерации, конечно, и в Крыму там на даче в этом дворце. Давайте о кандидатах поговорим. Вот вы в своем докладе много приводите, ну, не знаю, возможных потенциальных кандидатов. Дмитрий Патрушев, Денис Мантуров, Сергей Кириенко, Дмитрий Медведев, Сергей Собянин, Козак, Андрей Турчак, Михаил Мишустин и даже Катерина Тихонова. Давайте о Катерине, дочери Путина, мы позже поговорим. А вот этих всех мужчин, которых мы перечислили, почему в вашем списке первым стоит Дмитрий Патрушев? Ну, мне кажется, на сегодня он там, его активнее всего внутри обсуждает. Понимаете, вот то, о чем я написал, это же не только вот мое видение, мое понимание. Ну, это, в принципе, результат диалога с каким-то, ну, в конце концов, я же там внутри работал, да, у меня сохранились какие-то отношения, какие-то связи с людьми. Там же далеко не все чокнутые психи. Вернее, я вам скажу, что большинство-то совсем там не чокнутые психи. Вот, они вынуждены притворяться, но в глубине души все происходящее не очень нравится, мягко скажем. Вот, и, ну, у меня есть какое-то там понимание процесса, ведущих внутри. И мне кажется, что на сегодня Патрушев наиболее обсуждаемый и, видимо, наиболее перспективный. Вовсе не значит, что он, именно он выиграет, да, эту гонку. Там, ну, много аргументов таких негативных, против него минусов. В общем-то, я их и там привел. Вот, но, тем не менее, я решил, что пока он наиболее реалистичный, поэтому я поставил его на первое место. Условно на первое место. И вы увидели, я даже там номера не стал проставлять между ними, чтобы все-таки показать, что это достаточно условно. И в вашем списке присутствует Дмитрий Медведев, который, ну, наоборот, очень многими уже, что называется, списан со счетов. Да, там он там иногда заявляет какие-то такие, делает заявления громогласные и угрожающие даже. Но многие считают его, ну, чуть ли не каким-то уже таким аналогом Кадырова, да, по сути, в интернете, да. То есть он там постоянно как-то вот баражирует вот эти вот такие просторы. Вы считаете, что у него еще какие-то шансы остаются теоретически? Ну, вообще, строго говоря, я там четыре пятых текста, значит, того куска, который посвящен Медведеву, они, собственно говоря, ровно о том, о чем вы сказали, что его шансы близки к нулю. Но есть один аргумент, который все-таки не позволяет его просто выкинуть из списка. Он в максимальной степени доказал Путину свою лояльность. Он доказал ее в степени, значит, недоступной для всех остальных представителей российских элит. Все остальные все-таки всегда были по отношению к Путину, ну, по крайней мере, после того, как он стал президентом, в позиции, что называется, снизу. Медведев формально в какой-то момент оказался в позиции сверху, и он соблел правила игры, то есть не пытался доминировать. Он, значит, покорно отдал трон, вот четыре года его грел, а потом вернул. Да, и это, конечно, делает его самым надежным вариантом для Путина. И поскольку Путин еще не окончательно ослабел, чтобы можно было уверенно говорить, что его мнение не имеет значения, нет, пока еще имеет. Значит, ну, я включил Медведева, при том, что и четко сказав, в общем-то, что это единственный аргумент в его пользу, все остальные против него. У него, в общем-то, политик без социальной базы, он, в принципе, никто уже. Да, он уже, в общем-то, ну, то есть его выдвижение вызовет колоссальную волну раздражания и слева, и справа, и сверху, и снизу, и по центру, и спереди, и сзади. Ну, то есть, в общем, довольных вообще не будет. И это, конечно, глупо, потому что главная задача проекта «Приемник» — выдвинуть кого-то. Я там список критериев перечисляю вначале, да, и один из главных критериев, о котором я пишу, это отсутствие антирейтинга, ну, вернее, минимальный антирейтинг. А у Медведева антирейтинг огромный, причем во всех группах, да, и, то есть он удивительным образом как-то умудрился разозлить всех, да, и людей, симпатизирующих ему, в стране сейчас вообще не найти, понимаете? Ну, то есть, за исключением каких-то маргиналов совсем, по политичных группах кто-то вот когда-то там привык его, наверное, считать там умным мужиком. Ну, какие-то там пенсионерки такие есть, наверное, да, но это один, два, три, четыре процента. Не выиграешь ты выборы в сложной ситуации, а ситуация будет очень сложной в 2024 году. Не выиграешь ты выборы, вот имея такой антирейтинг и такую колоссальную базу. То есть твоя попытка избрать Медведева, в принципе, приведет, значит, вот к взрыву, к оранжевой революции. Задача проекта «Приемник» — сделать все так, чтобы не было оранжевой революции, понимаете? А кого, вы думаете, россияне могли бы принять? Вот из вашего списка Мантуров, не знаю, Кириенко, Собянин, который такой весь, как бы, вроде нейтральный, и особо там москвичей старается не дразнить, Козак, Мишустин. Вот кого бы россияне, в принципе, смогли бы за него проголосовать? За какого кандидата? За Собянина могли бы. У него все-таки очень солидный, мощный бэкграунд, и он такой, он стабилизатором выглядит, да, он такой солидный. Конечно, у него есть слабое место, он, как Путин когда-то сказал, не Робеспьер, значит, то есть вот публичная деятельность ему претит, это видно. Да, провести выборы там без дебатов, опять по-старому, по-путински, ну, это будет уже сложно. То есть есть, конечно, слабые места, в том числе и у самого Собянина, но в целом он такой, называется, качественный кандидат, да. Вот, Козак, он, мне кажется, лучший коммуникатор, и у него есть потенциал в этом смысле. Лучше, чем у Собянина Кириенко, Болтун, конечно, в принципе, он неплохой коммуникатор, но у него много там других минусов, то есть я думаю, что все-таки Кириенко избраться будет сложнее, чем Собянину и Козаку. Мантуров, он, в общем-то, ну, так, может зубы заговаривать, есть аргументы в пользу, при том, что, ну, мне он сам не очень нравится, но, в общем-то, ну, предпосылки к тому, чтобы победить, есть. Надо понимать, я там специально, предпоследний абзац у меня, даже последний, по-моему, как раз посвящен вот этой теме, надо понимать, что, значит, от момента выдвижения кандидата, начало вообще запуска проекта «Приемник» в публичном пространстве до момента голосования за него должно пройти как можно меньше времени. То есть люди должны на эмоциональной волне вот это «Слава Богу, Путин уходит», чтобы они вот в какой-то момент они будут готовы от радости просто проголосовать почти за кого угодно. Ну, то есть если не откровенный упырь, если не раздражает там совсем уже, типа Медведева, да, вот, то, в принципе, ну, там, и за Козака проголосует, и за, значит, Мантурова проголосует, и за Собянина проголосует, вот. Но это должно быть быстро, пока у них вот эта эмоциональная волна «Слава Богу, Путин уходит» не спала. Любая эмоция же спадает со временем, да, и поэтому, а вот после того, как она спадет, тогда они начнут рационально там мыслить, копать, там, биографию смотреть, компромат там какой на него, да, думать вообще плюсы-минусы вешать, и все, и там могут начаться проблемы у всех у них. У всех у них есть скелеты в шкафу, и любого из них, вот, как политтехнолог говорю, в принципе, ну, есть за что бить. И вот нужно провернуть всю операцию очень быстро, пока народ, так сказать, ошалевший от радости по поводу того, что все, может, все, все плохое там остается позади, и может быть впереди наконец, и что-то хорошее будет, вот. Вот, вот, чтобы народ не успел, вот, чтобы эта радость у него там, так сказать, не спала, да, не остыла. Аббас, представителей, вот, армии в списке нету, вы считаете, что, в принципе, то, что, ну, мало того, что они запятнаны, вот, как вы сказали, по сути, этой войной как раз больше всех, наверное, ну, там, наряду с Путиным, так это, по сути, еще и такая расплата за вот провал в этой войне, потому что он тоже, ну, по сути, на совести того же Шойгу, Герасимова и других. Ну, во-первых, это что, это лузеры, это люди, которые оказали свой непрофессионализм, они обманщики, они народ обманули, они два десятка лет бряцали оружием, там, на Красной площади маршировали, значит, на танках ездили, на самолетах летали, доказывая, какая у нас великая армия, армия оказалась бумажным тигром. Да вы кто такие вообще, что с вами разговаривать? То есть, общее отношение к армии сейчас будет вот такое, ну, оно уже, в принципе, такое, если мне не верите, почитайте, что Кадыров или, там, Пригожин вчера в Твиттере писали по поводу российского генералитета. Кадыров, ваше вам слово, непотизм употребил. Вот, значит, поэтому, это, во-первых, первая проблема армии. Вторая проблема армии в том, что, а у людей-то нет запроса больше на войну, у людей-то в печенках уже вообще сидит. До войны это было, на самом деле, да, вот это негативное отношение ко всему, да. Обратите внимание, в прошлом году, во время думских выборов, Шойгу поставили во главе списка «Единой России». Путин очень хотел милитаризовать политику. Что происходило с рейтингами «Единой России» на протяжении всей кампании? Они падали. Ну, как только, там, вот этот Шойгу, там, появился во главе списка, так рейтинги и стали падать. Ну, вру, они и до этого снижались, но Шойгу их точно не спас. Падение как продолжалось, так и продолжалось. Ну, и продолжалось до самого последнего дня, до дня голосования. Вот, и если бы не фальсификации, то «Единая Россия» набрала бы раза в два-два с половиной меньше, чем она реально набрала. Вот, поэтому генералам военным просто нечего предложить россиянам ни элитам, ни, значит, социуму в целом. То есть люди ждут демилитаризации, они ждут нормализации, они ждут, что человек придет такой деловой, стабилизирует систему, прекратит эту истерику. Да, и начнут заниматься экономикой, восстанавливать вообще функциональность системы управленческой, да. Вот, 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 что ждут люди. Что из этого может им предложить военный? Вообще ничего. То есть причин выдвигать военность, ну, нет вообще ни одной. Поэтому там их и нет. А Катерину Тихонову, предполагаемую дочь Путина, есть причины выдвигать? Какие? Вот, как бы это россияне восприняли, если бы он вдруг сказал, вот, и был папка, а теперь дочь будет? Нет, ну, конечно, россияне воспримут это очень негативно. Это даже в лучшие времена, когда рейтинги Путина были высоки. Даже в этой ситуации, в принципе, значительная часть общества, ну, больше трети точно, между третьей и половиной, восприняло бы это негативно. А сейчас это негативно воспримет три четверти, если не четыре пятых, да. Единственная причина, почему я вот этот список включил, потому что, ну, во-первых, ее летом зачем-то там начали пытаться раскручивать. Пока не очень активно, но ее назначили на такую должность, которая, в принципе, ну, предполагает, там есть перспективы для раскрутки, да. Ее в главном объединении российских предпринимателей в РСПП, значит, сделали главной по комиссию, что ли, как комиссия у них называется, по импортозамещению, в общем. Поскольку это ключевая тема для российской экономики в условиях санкций, то, в принципе, ну, это тема для раскрутки. То есть теоретически там можно будет ее показывать по телевизору, россиянам рассказывать, что вот только она и спасла отечественную промышленность, да. То есть зачем-то это сделали, никаких вообще, то, что называется, credentials, никакого бэкграунда делать это, строго говоря, не было. Зачем-то это было сделано. Вот, это первая причина, которая заставила меня на нее посмотреть. Значит, это еще не гарантирует, что ее точно взялись раскручивать. В принципе, пока не взялись, но потенциал есть, создан. Да, и вторая причина, ну, просто потому, что, ну, Путин точно же считает, во всяком случае, не знаю, как сейчас, но еще месяц назад точно считал себя величайшим политиком современности. И он не может не думать, я просто не представляю себе. Когда он посмотрел, допустим, как в марте в Туркмении там папа передал власть сыну Бердаму Камедову, ну, тут же, посмотрев на эту, он вспомнил, как это сделали Алиевы, да, кимы корейские уже три поколения. Вот, какие, ну, там, я перечисляю список, в принципе, ну, за последние полвека, там, ну, десяток кейсов-то есть, там, Дювалье, там, да. И вот Путин, ну, у него не может не зародиться мысли, слушай, а что я вообще парюсь? Ну, вот, если эти придурки смогли, то я там величайший стратег геополитик, ну, я-то точно смогу. Вот, и вот, ну, по этим двум причинам я ее в список четко включил, хотя, строго говоря, я там, честно, об этом пишу, пока каких-то указаний того, что этот вариант готовится, я не вижу. Я просто, ну, пытаюсь же и логику еще его просчитать, предсказать, да. То есть далеко не все, что... Путин очень скрытный человек, далеко не все, что видно, значит, на поверхности является правдой, да. В общем, значительная часть правды скрыта, а на поверхности, на самом деле, какая-то вот специальная штука, которую он запускает для дезориентации людей. То есть Путин же, он, по своей сути, чекист, он так и не стал политиком нормальным, да, он как был чекистом, так и не остался. Поэтому для него обмануть общественное мнение — это сверхзадача. Вот для политика такой задачи не стоит, он иногда может обмануть, да, но специально там этим заниматься, придумывать операцию отвлечения внимания, прикрытия, он не будет. Он не рассматривает вариант, когда об его планах стало известно, он не рассматривает ситуацию, когда об его планах стало известно, как катастрофу, как поражение, да, ну, для политика нормально, в общем-то. Вот. А для спецслужбиста это катастрофа, если кто-то узнал об его планах, да, и поэтому он придумывает специальную операцию отвлечения будет. Путин с утра до вечера этим занимается. Он вот прям, знаете, вот спать не будет, если кого-нибудь не обманет. Спасибо вам большое за такой интересный и обширный ответ. Абаз Галямов, политолог, политтехнолог, был нашим гостем, обсуждали проект «Приемник», кого Путин может усадить вместо себя в свое президентское кресло. Спасибо. Спасибо.